Ну и только через разъезд, переезд, и сразу вправо, и обошел, а дальше посюда вышел, не поехал на Кольщину. Но машина-то доведущая, правда, посадка не особенно высокая, но пробрался, запачканный, сразу вышел на трассу, вернулся сюда, поезда, на Потеряевку, и там помыл машину. Там вся, как будто машина из одной грязи состоит. Как грязь выше крыши, это звук стало лететь, все. Ну еще там приехали, я созвонился с Галей, вот, Потеряне-то заехали, а она уже все готова, на застол, застол, как садиться, Галя подъехала, договорились, она говорит, открывается все эти учреждения в 9. Я, говорит, без 15.9 подъеду, мы сели, сегодня рыба разрешается, оказывается, по уставу, да, почему-то рыба была. Я не стал говорить, тут еще копейки были. Ой, Галя приехала в белом платье, с такой шикарностью, невеста, а хоть под венец бегает, платье длинное, все, думаю, ну, сама за рулем, ну, асфальт вокруг. А там, как только на трассу выехали, километров 20 проехали, вообще дождя не было, сухая дорога. Но зато, когда выезжали, там такой дождь идет в Барнауле, мы думали, как мы проедем, а за Барнаул выехали, сухая дорога. То есть, Господь нажимает, шланг перевозится на место на другое. Ну, и Галя-то приехала, я вчера уже здесь повозился, мне сбросили, где представитель президента, где совет министров, где единая Россия, есть справедливая Россия, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР Жавеновского закрыто, Яблоко, где там Явлинский, Григорий, закрыто, двое мы не могли, но в семи предприятий были. Какие-то под защитой прав человека, нас не касаются, убедили, взяли, все расписались и печати хлопнули. Это останется. Все вопросы, а зачем это ему, прокурору, зачем, все понимают это, это искушение. Ты иди к нему, к фараону, а я, Господь говорит, ожесточу сердце его. А зачем? Чтоб показать силу власть мою, Господь говорит. Ну, если я иду, я прошу, смирись с фараона, чтобы оттуда силы Господь, нет, это ваше человеческое. По-моему, так, я тебя посылаю к человеку, а его сделаю злым против тебя. А вот теперь я покажу силу. Он сейчас еще делает, он, видимо, совершенно не понимает, что делает. Его просто, видимо, смотрят, как на человека, который совершенно из одной злобы это делает. А он, может быть, страдает и мучается. Мы не знаем, мы только молимся за него. Избаватель Максим, я предупредил, вчера нас побудилось представить себе совета Порченского. Он говорит, давит и давит, чтобы пришла разрушила. А она ничего не делает, она говорит, ей сказал, Лена, что 10 ноября я поеду. Октября. Он говорит, нет, она говорит, он давит и давит, что-то будет, надо сейчас, но мы и поехали. И нового главу администрации Алтайского края избирает. Вот какой-то Виктор там, ну какая-то такая фамилия новая, от которой представители, говорит, вы как понимаете, это исполнительный власть. Туда никто не может вмешаться, и президент не может вмешаться. Я говорю, еще в каком-то месте дурак попал, и теперь людей гробят и нет, и его сметут сразу же. Над ним генеральная прокуратура, над ним еще насмотренная. Этого нету. Там депутаты есть, президент. Бывает человек, когда он 25 лет, 20 лет там сидит. Представили на рассмотрение, президент сказал, освободите. В тот же день его освободили. Я сижу, срок не кончился. Указ президиума Горховного суда, президиума Горховного суда, я на свободе. Так что это не так. Ну а как вы понимаете? Что я сейчас новый глава администрации Алтайского края, снимет трубку и скажет, дорогой, уважаемый, ты там, метро, что я говорю, именно так? Не надо ничего приказывать. Скажи, ты человек, зачем ты это делаешь? Что ты освободишь? А теперь перемешаешь с грязью, там 64 дерева, куча навозная. Навозная, там еще будут столетия торчать. Признаки твоей дурности, что ты натворил. А теперь реабилитировать будете. Опять работа в прокуратуре есть. Ну как это? Я говорю, возьмите, возьмите. Чтобы он позвонил и сказал, чтобы он отстал от нас, пока Бог его не сверх. Падение будет весьма великое. Я говорю, заранее, я знаю Библию, я говорю. И он издевается над справедливостью Божьей. Какая правда в этом? Эта земля принадлежит, ее нам не дадут. Я бы сегодня ее приватизировал, пошел. Ей уже позвонили, не дают. То есть они между собой договорились не давать. А она к Потеряевке относится. Они давай резать. Вот Ося, уже его дом, уже не на территории Потеряевки. Уже можно сносить его. То есть полное безумие. Безумие. То есть они бесконтрольно. А другие говорят, зачем жаловаться, пускай, как делать. Нет. Мы везде оставили. И напишем Явлинскому, и КПРФ. Что интересно, КПРФ, молодежь, молодежь же комсомольская. Комсомольцы сидят настолько внимательны, приняли. И все. Депутат, ну, позже, в конце августа у них заканчивается, кажется. В отпуск и там. И потом уже в конце «Справедливая Россия» такая партия есть. Девушка сидит. Я говорю, ты здесь только в отпуске меня посадили. А сама внимательно берет документы, я ничего не говорю. Она сама их ксерокопирует, оставляет. Депутат придет, я покажу. И где мы были, всех просил я помолиться. А женщины располагаются где-то. Ну, я тут был на своем коне. Да, 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 да. Я говорю, давайте. Помолились. Там я уже ничего не снимали, ничего там нельзя. То есть нельзя в смысле того, что я испугаю, они ничего не будут. Ну, а везде одинаково себя вели, одинаково я говорил. Еще какое-то общество защиты прав человека. По труду и там занятия, что-то такое. И я везде, и везде все штампы мне ставили. Ну, как говорят, заграничный чемодан у меня эти справки-то вся в печати. Вот, по-хорошему. Но это только начало. Дали нам адреса, телефон, написать надо письмо, и по интернету выйти на Путина. Может, дойдет в депутатский корпус, в Думу там везде. И будем обращаться. Хорошо, что проехали. Оттуда ехали. Ну, и дорога-то маленько посохла. И заехали вот к аренду. Один куст на повороте тут стоит. Уже чернеть. У меня через неделю-полторы-две будет полностью черная. Татьяна Кузьминиша нас ждала, все приготовила. И опять... А Игорь приехал в час, а мы вернулись только в три. Едешь, там, ждать в очередь. Приедем куда-куда надо. А она по-новому смотрит по телефону. Так где, с какой стороны заходить. А где-то во дворе там мы... Ну, бывает там кабинет маленький. А вот у России, которая... Там несколько мест в разных... Ну, в двух местах были. И все расположены. Ни одного не было, который был бы пройден. Видно, я говорю, вы... Когда... Нам депутаты нужны. Один другой, он позвонит, скажет как-то. Я не знаю как. Но я знаю, что безумие показывает на то, что будет суд Божий. На земле никакой справедливости нет. Зато вот это лучшее доказательство, что будет суд Божий. Суд. Где-то тут написано про суд. Бог назначил день, который будет правильно судить. Правильно. Какая тут правда? Приблизил Сарса невесно так. А в суде... Все мы пристанем на суд Христов. Вот видишь как? Это непременно будет. Это Анатолий говорит. Мы знаем, что Бог справедлив, но справедливости нет. Это говорит о том, что в другом месте это будет. За гробом. Ну и вот и вернулась. Я говорю, ты мне тогда довези, чтобы не идти. А хотел ли тебе в костюме? Промох, не знаю как. Хотел. Я не слышу, вплотную кать я ужинусь. А Галя переводит. Галя молодец. Везде все смотрел. Копий-то не хватает, которые сделали 5. А оказалось еще надо 7 копий. Ну а, Надя, эта машина. Машину в городе. Ну нет места. Кабнем некуда бросить. Машины. Все за... И дороги, и дворы, и площади. Все в машинах. Только сейчас перекрою. И заправку. И все кончилось. И так на железо это будет стоять. Но она пришла туда, где все накопирует. А там какая-то как бурятка. Такая. Ну... Такой внешности. И еще один лист. С одной стороны сделает 2 рубля. Да какая же цена? Мы же съехали. Аппаратура работает. Я даю больше. Она не берет больше. Ну и сколько? Значит, у нас 3. 3х7 21, даже 8 24, 24 48, даже меньше. Даже полста рубля не заплатили. А теперь это мы везде даем. Вот так. Послали. Где-то кому-то отдали. Теперь с этим мы будем работать. Еще-то где-то может мы ошибку какую-то сделали. Не знаю. Представитель президента принял очень хорошо. Только в конце не написано, чего вы просите. Ну это пришлось там дописать. Просим, чтобы он от нас отстал. Не угрожал, у нас не трогали. Я ему рассказываю, что... 3,5 миллиона, я говорю, беспризорных. Это мой контингент. Вам это не надо? А мне это надо. У меня опыт. Опыт, которого у вас и в стране ни у кого нет. Нет опыта. У меня другая жизнь, чем у вас. И мы можем, как музеям, дать возможность в каждом регионе строить такие лагеря без помощи государства. Сколько беспризорников принять? Миллионы людей. Они с кем спят? Что они питаются? Где они моются? Чему учатся? Вам все равно. Этот опыт надо распространить. А у меня тысячи детей были здесь за 45 лет. Ну я там слезу пустил. Так что они мне поверили. Тут как положено уже. Я говорил в молитвенном духе. И дорогой молились. Когда выехали на трассу. А до трассы он только успевает, крутит машину, кидает. Туда едем. Он на полную скорость. Раз, нас выкинул на поле. Его так, жжи, разгорнуло. И поехали обратно. Вот так вот, как юла машина идет. А ясно делал, что в голове там все хорошо снимал. У меня аппаратура все иссратила. Ресурсы кончились. И провик на ползунова. Шесть. Прошел везде. Посмотрел. Сколько наказывал. У меня лежат там семечки. Мешок. Только распечатал. Не трогать. Затащили весь мешок на полу. Сыпали туда. Ну что теперь? Сейчас звонить буду, чтобы все замели. Спрятали голубя на улице. У одного голубя, который в комнате вывелся. Вот таким пятном коричневым. Вывелись ребятишки. А он на гнезде сидит. Мать куда-то делась. Я его зацепил за пазуху. А Галя внизу пошла виноград смотреть. Что-то порвать там. И я ей голубя дала, сфотографировала. Все заснято там. Посмотрел Надежды Васильевны с той стороны. Все заросло под окнами. Но уже ничего нет. Времени нету. Поехали. Сейчас позвоню. Миша отдали ключи. Он заходит туда. Я не знаю. Говорил я все отнять от него. Потому что он запил опять. Что такое? А мои вещи не взяли там. У меня же там вещи остались. Еще не привезли. В прошлый раз-то не привезли мои вещи. Что-то не надо. Мои вещи так в сарае лежат и не взяли. И какое отношение? Сказать, что Путин виноват или что? Но вы могли бы взять-то их. Там немного. А мне здесь они нужны. Он же не знал. Ты даже не представляешь, что это такое. Взять вещи. Я с Галей. Я с ним. С Галей. И теперь мы бы с Галей таскали вещи и по городу мотались бы. А в машину сесть надо. Оставь пока без вещей. Все равно помрем. Мы христиане думали к нему в этом вещах. Ну, так считаю я, что поездка была благостовенна. Сера Кима, Неонила. Я всех предупредил. Все молились. Ну и вы. И вы. И молились здесь? Молились. Я знал, что. Все, за стол. Давайте. Как дождался, как будто во сне побывал. А теперь Елену Анатольевну надо нам вместе составлять и посылать. А это Володя. Ты чего? Ничего. Он еще так много. Можете две.